По традиции я должен сказать несколько слов перед этой церемонией посвящения. И я думал, идя сюда сегодня утром, зачем, собственно, нужно посвящение. Святое имя есть у нас, оно доступно. Все знают его, все повторяют его. И само по себе святое имя достаточно могущественно для того, чтобы очистить сердце человека от каких-то проблем. Единственная причина, по которой мы, тем не менее, вступаем в обязательные отношения, к числу которых относятся отношения с духовным учителем, это то, что именно в отношениях человек может избавиться от склонности к оскорблению. Либо, наоборот, развить эту склонность в себе. Само по себе святое имя достаточно могущественно для того, чтобы освободить человека. Но святое имя, будучи живым, что очень трудно понять нам с нашим материальным, достаточно огрубевшим интеллектом и материальным подходом к жизни, ко всем явлениям жизни, когда мы омертвляемся, пытаясь наслаждаться тем, что доступно нашим чувствам. Само святое имя, будучи живым, не проявляет своего могущества, если нам имя чувствует оскорбительное отношение внутри. И отношения в этом мире нужны в конечном счете, если мы посмотрим с какой-то очень большой, высокой точки зрения, чтобы мы смогли научиться общаться с Богом. И оскорбление есть единственная причина, по которой отношения рушатся. И отношения же — это очень важный инструмент для того, чтобы тенденцию, склонность к оскорблениям внутри преодолеть. Если нам дорог другой человек, мы будем очень внимательно действовать в этих отношениях, избегая оскорблений. Сами по себе оскорбления являются чем-то очень естественным, свойственным природе обусловленного живого существа. Чилы Бхактевинот, описывая проблему или анархи живого существа, облако анархи, которое скрывает сознание живого существа под своим густым слоем, говорит, что первая ошибка, которую делают абсолютно все, естественная ошибка, с которой мы рождаемся в этот мир, это отождествление себя с телом. Мы принимаем себя за тело, забывая о том, что душа вечная. Если бы этого не было, мы бы не родились здесь. Практически никто или очень редкие души, являющиеся сюда, сохраняют духовное сознание и понимают свое отличие от тела. И эта первая ошибка или ошибка в первом действии естественным образом вызывает серию всех остальных ошибок. Мы не понимаем, кто такой Бог вследствие этой первой ошибки, потому что эгоизм возникающий или эгоцентрическое сознание, возникающее у такого человека, заставляет его, даже если он верит в существование Бога, воспринимать Бога как своего слугу, как того, кто должен ему служить, как того, кто должен выполнять его желания. Если мы посмотрим на обычное отношение людей к Богу, то очень редко мы увидим действительно чистое отношение к Богу. В основном люди обращаются к Богу по нужде, потому что они хотят от Него чего-то. Я хочу, все должно быть по-моему. И к Богу приходят с длинными списками за здравие и за упокой. Главное, не перепутать одно с другим. Ну, в общем, в основном это очень утилитарное отношение. Представление о Боге как о том, кто обязан делать так, как нужно мне, как мне кажется правильным. Естественным следствием из такого отношения к Богу и таких представлений о себе является представление о том, что нужно делать в жизни и чего нужно достичь. Достичь мы должны чего? Благополучной жизни. Сука. Сука значит счастье. Су значит хорошо, кха значит чувство. Когда нашим чувствам хорошо. Когда язык имеет достаточно вкусной пищи, нос нюхает то, что ему нравится. Осязательный орган получает ласку от того, кого мы любим и так далее. И, в общем-то, люди смысл жизни сводят к этому. Успех жизни мерят тем, насколько комфортабельно их чувства взаимодействуют с этим миром. И наоборот, любой дискомфорт воспринимается как неудача, духа. Чувства мои плохо. Органы моих чувств. Мои органы чувств не получают того, что они хотят. И чтобы достичь этого, чтобы достичь этой цели благородной, возвышенной, просто чтобы мне было хорошо. Естественным образом у людей возникает представление, что нужно делать. Нужно трудиться в поте лица своего, зарабатывать деньги. И таким образом проходит человеческая жизнь. Самое печальное во всей этой ситуации, которое начинается с первого ошибочного действия, с ошибки в первом действии, с непониманием того, кто я. Самое печальное в этом — это представление, естественным образом опять же возникающее о том, кто мешает мне на моём пути. Кто мне мешает на моём пути? Другие люди мне мешают. Правильно? И это самое печальное, что есть. Мы начинаем смотреть на других людей, как на соперников, начинаем коситься на них, начинаем везде искать врагов, которые хотят так или иначе лишить нас, нашего положения. И много-много других странных вещей или странных представлений возникает в результате, опять же, ошибки в первом действии. И оскорбление, оскорбительное отношение к Богу, к живым существам, к преданным есть вследствие этой роковой ошибки, первой ошибки. И если мы хотим по-настоящему понять свою отдельность от тела, своё вечное существование, свою вечную природу, вечную природу души и сознания, инстинктивно мы все чувствуем, никто не может представить себя мёртвым. Как это так? Меня нет. Ну как же так? Я же есть. Это же очевидный факт. Если есть что-то очевидное, так это это. Я есть. Смерть не умещается в нашей голове. По одной простой причине, потому что душа, сознание не чувствует её. Поэтому смерть воспринимается как нечто противоестественное. И если мы хотим не просто теоретически или чисто интуитивно слегка понять эту вечность души, а хотим реально ощутить эту вечность души, то нам нужно вести себя как душа. Филопраупада объясняет это в Бхагавадгите. Он говорит, что сначала Кришна даёт теорию, а во второй главе Бхагавадгиты Кришна объясняет, что мы не тело. Объясняет свойства души, которые кардинальным образом отличают душу от тела. Душа неразрушима, душа неуничтожима никакими способами, душа неделима. Именно её неделимая атомарная природа, природа атома сознания делает её бессмертной. Потому что дух неделим. Всё то, что делится на части, рано или поздно разрушится. Оно обречено на разрушение. Кришна объясняет это, но потом дальше Шилопраупада говорит, что потом он начинает объяснять практику мистической йоги или медитации, которая позволяет некоторым людям, достигшим успеха в ней, почувствовать это на своём опыте. Но в сущности это искусственный процесс, потому что человек удаляется куда-то в пещеры. Бхакти — это очень естественная вещь. И Бхакти учит тому, как жить в этом мире, никуда не уходя, оставаясь здесь, в этом мире, вступая во все отношения, но вступая в отношения, исходя из того, что я вечная душа, не делая этой роковой ошибки в первом действии. И это значит не воспринимать других людей как своих соперников. Они не соперники мне. Значит, не видеть ни в ком помехи, потому что, как правило, люди видят в других людях именно помеху для своих чувственных наслаждений. и очень много других важных следствий вытекает из этого понимания, которое является фундаментом нашей духовной жизни. Я должен научиться жить, как объясняет Чила Праупада, жить как душа. Причем постоянно, все время. Иногда это кажется непрактичным, иногда это идет полностью против законов материального мира. По крайней мере, может показаться так. Хотя на самом деле это самая практичная вещь. Потому что она соответствует такой образ жизни, такое отношение к людям, такое отношение к миру соответствует природе души, природе этого мира. И суть-то в том, что эту природу души, которая слуга по своей природе, помогает другим, ищет любви, и хочет дать любовь. Ее нужно научиться проявлять уже сейчас. Очень часто люди воспринимают любовь как некую теоретическую концепцию, играют с этой теоретической концепцией, им нравится это. Но когда речь заходит о конкретных отношениях с конкретными людьми, все теории разбиваются в прах, потому что опять выходят на первый план старые привычки, как мы привыкли относиться к людям. Достоевский очень хорошо сказал это. Сказал, чем больше я люблю все человечество в целом, тем больше ненавижу каждого человека в отдельности. потому что они мешают мне любить все человечество в целом. Эти конкретные люди с их конкретными вещами, проблемами, еще чем-то, они в сущности мешают мне. И это природа обусловленного живого существа, и здесь мы учимся. Учимся, как правильно жить. И буквально пару слов мне хотел сказать о том, что бхактия это очень естественная вещь. Хотя люди, идущие путем бхактии, они иногда принимают саньясу, но в общем-то строго говоря, саньясу это неестественная вещь. Ну, то есть для некоторых естественная, для большинства неестественная. Естественная вещь это жить в семье, общаться с людьми, заботиться о детях, но растить, любить. И нужно понимать, что это не случайно дано нам все, что все эти вещи, они могут быть материальными и могут затягивать нас куда-то, заставлять нас забыть о своей природе. Но если мы правильно поймем смысл всего того, что дается нам в этой жизни, в естественной среде этой жизни, скажем так, то мы поймем, что все это только помогает развить в нам любой Бог. Бхакти это самый естественный процесс. Петь естественно все люди поют, все люди любят хорошую музыку, все люди любят звук, есть тоже естественно. Бхакти это единственная йога, где можно есть сколько хочешь. Даже аюрведа не разрешает это. А Бхакти говорит, да ладно, не так важно. Чем больше, тем лучше. В какой еще форме йоги еда является духовным методом самосознания? Какой? Обычно люди думают, что жить духовной жизнью значит делать что-то на 180 градусов противоположное того, что мы делаем обратно. Но это не так. Если Бог есть, то Он создал этот мир по тем же самым законам. Просто нужно понять, как одухотворить все то, что мы делаем. И Бхакти это процесс одухотворения всего того, что мы делаем. Каждой секунды нашей жизни, каждого нашего действия. Но начинать нужно с очень важных вещей, с правильного отношения к тому, что очевидно для нас, в соответствии с нашей философией, является святым. В конечном счете это отношение нужно распространить на весь мир. Очень часто люди делают опять же эту странную ошибку. У них у всех есть, у людей, идущих разными путями религиозными. Есть какие-то святыни. И они думают, что ну да, к святыням нужно относиться как к святыням, ко всему остальному нужно относиться как ко всему остальному. Но святыни даются людям для того, чтобы они могли распространить это отношение на все остальное. Сразу невозможно относиться к миру как проявлению Бога. Слишком глубоко сидит привычка относиться к Нему как к тому, чем я наслаждаюсь, что дано Кришне мне для моего наслаждения. Но духовный путь, правильный духовный путь, иногда люди делают эту ошибку, они говорят, я поклоняюсь Богу, больше я никому не поклоняюсь. Кришна снова и снова говорит это. Тот, кто говорит такие вещи, что он поклоняется мне, он не имеет ко мне никакого отношения. Если он при этом свысока смотрит на все остальное в этом мире и на всех остальных, если он не понимает, что Бог проявил все это и присутствует во всем, если он отделяет Бога от всего остального, а все остальное от Бога. эти странные так называемые псевдо-духовные представления о том, что можно поклоняться Богу, убивая других живых существ, это крайняя степень не то что заблуждения, сумасшествия человека, крайняя степень безумия. как в каком кошмарном сне может присниться такое, что Бог может быть доволен тем, что я убиваю то, чему Он дал жизнь. Как люди могут до такой степени извратить? Еще раз все идет от этой первой ошибки. Ошибки в первом действии. Я есть тело. я должен заботиться о том, чтобы тело мое было благополучным. И эту перемену отношений, кардинальную перемену отношений ко всему сущему, ко всему миру мы начинаем, когда вступаем в отношения с духовным учителем. Если мы правильно будем функционировать в этих отношениях, потому что отношения это всегда функциональная вещь. Отношения это всегда динамическая вещь. Вступая в отношения, я определенным образом должен функционировать в этих отношениях, действовать в этих отношениях и учиться этому. Но мы начинаем с этого, но в конце концов мы знаем, человек должен дойти до такого состояния, что он должен видеть проявление учителя, изначального учителя везде, всюду. Я никогда не смогу увидеть это реально и почувствовать это и понять, каким образом Бог меня ведет по жизни, если вначале я не смогу правильно действовать в отношениях с духовным учителем, принимая то, что он дает с благодарностью и постоянно стараясь ценить то, что я получаю от него. Это очень важный принцип. И именно поэтому посвящение необходимо для того, чтобы человек действительно начал духовную жизнь, потому что с этих отношений начинается избавление от извечной привычки мерить все. Очень люблю приводить эту замечательную цитату, которую приводил Бактисиданте Сарасвати часто «Миа теа на я и ти моя, что есть мая». Майя есть наша привычка все мерить своим аршинам, высокомерно смотреть на этот мир, свысока все мерить, мерить все собой. Это мая, это сознание, погруженное в иллюзию. «Миа теа на я и ти моя». Я приближаюсь к чему-то только для того, чтобы измерить. Я приближаюсь к другому человеку. Для чего? Чтобы посмотреть свысока на него. Иначе говоря, чтобы эксплуатировать его. Почему духовная жизнь начинается с отношений с духовным учителем? Потому что по идее в первый раз за всю мою долгую историю пребывания здесь в материальном мире я приближаюсь не для того, чтобы измерить, а для того, чтобы быть измеренным им. не для того, чтобы эксплуатировать, а для того, чтобы служить. Не для того, чтобы проявлять высокомерие, для того, чтобы в этих отношениях научиться смирению, для того, чтобы понять свою истинную природу. это непросто. Это не такая простая вещь. В теории все просто, как всегда. На практике все очень сложно. Привычка-то, она же не то, что вторая натура, у нас никакой другой нет. Вся наша натура только из одних привычек состоит. Мы с вами до того, как обретем свою настоящую натуру или сварупу, просто-напросто некое скопище привычек. И привычка означает, я приближаюсь к чему-то, чтобы измерить что-то. Я высокомерно смотрю на все, я меряю все время. Замечали, да, как иногда ранит нас больно просто взгляд один, измеряющий нас. Для этого не обязательно даже говорить что-то. Достаточно просто посмотреть на человека, измеряя, оценивая его. Это уже разрушает, разрушает возможность, уничтожает возможность любви, которая могла бы завязаться между нами. и поэтому всегда, когда говорится о посвящении, об отношениях с духовным учителем, также говорится о том, что благодаря этому мы можем избавиться от оскорбительного отношения к святому имени. С правильного отношения к духовному учителю, через которого мы получаем доступ к духовному миру, к духовным истинам, начинается наше правильное отношение к святому имени. С этого начинается наша дорога, в конце которой мы сможем понять, что святое имени отлично от Кришны. я скажу несколько слов по поводу этих оскорблений духовного святого имени, ну и духовного учителя, в общем-то, потому что когда мы оскорбляем святое имя, мы оскорбляем и духовного учителя тоже. Мы ведем себя вопреки тому, чему он нас пытается научить. Говорится, что из десяти оскорблений пять являются самыми важными, самыми тяжелыми. Пять других или шесть, в зависимости от того, как считать, уходят сами, когда мы принимаем прибежище в святом имени. Пять оскорблений, которых я сейчас скажу, не уходят сами, потому что там нужно что-то другое сделать. пять. Говорится, что в конечном счете, чтобы избавиться от оскорбительного отношения, нужно принять прибежище. Ну, в общем, шесть. Нужно принять прибежище в святом имени, но тем не менее, есть пять оскорблений или шесть оскорблений, которые требуют дополнительных усилий, чтобы последствия их были устранены. Есть три оскорбления из этого списка, из Падмапураны, которые лишают нас реально права называться преданными. потому что третьих оскорблений из этого списка смещают акценты, неправильно расставляют акценты. В этих трех оскорблениях в чем проблема, почему это оскорбление, потому что в них, если человек повинен в них, если человек совершает их, то он в сущности ставит нечто другое выше бхакти. Эти три оскорбления это четвертое, пятое оскорбление и четвертое, пятое и восьмое оскорбление, да? Да, четвертое, пятое и восьмое. Считать славу святого имени преувеличением, то есть считать, что в сущности святое имя ну да, нормально, но в общем-то это просто так говорится. Артхавад, а то Артхавад, вслед за этим в этом списке говорится, Атаха, Артхавад. Святое имя это всего лишь навсего. Ну да, хорошая вещь, но в общем-то все то, что сказано об этом, но это не совсем так. То есть в сущности непонимание духовной природы святого имени, непонимание того, что Бог может целиком проявить себя в святом имени, а в общем-то материальное отношение к святому имени. И Харинама Калпана значит давать свои собственные толкования святому имени. То есть считать святое имя Калпана, святое имя, что это значит реально? Реально это значит, что ну это некая воображаемая вещь. Кто-то придумал святое имя. Был человек, сидел-сидел под пальмой, делать ему было нечего. И придумал он святое имя. И так и пошло. И с тех пор оно пошло поехало. Ну то есть материальное имя, как у каждого из нас есть какое-то материальное имя. У него нет никакого особенного смысла. Но в сущности просто какое-то случайное сочетание звуков. Еще одно случайное сочетание звуков. Калпана. Харинама Калпана значит, что Харинам это нечто придуманное людьми. это то, что люди в какой-то момент придумали, что это не есть откровение высшей истины. И воспринимать, естественно, воспринимать повторение святого имени как как одно из ритуальных действий из раздела карма канды. Естественно, это тоже выводит нас из категории преданных. Просто карму мы свою улучшаем, правильно? Надо же улучшить карму. Как надо улучшить карму? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Астролог мне сказал, что надо повторять. Аюровидический врач посоветовал. Эти три вещи, три категории оскорблений из-за этого списка сразу же переводят нас в другую категорию. Уже наши отношения со святым именем не могут строиться правильно, в принципе, если человек повинен в этом. Если у него есть эти представления, ему нужно ну, очень глубоко начать изучать священное писание и попытаться понять логику, стоящую за всем этим, великую логику шастры, которая объясняет истинную природу святого имени и так далее. То есть понять, каким образом всё это очень логично связано. Шастры же даёт некое целостное законченную картину мира. И наши попытки так или иначе извратить что-то, мы должны понять, что если я что-то одной из этой целостной картины выну, то она разрушится. Значит, в сущности, если я пытаюсь тут изменить, это значит, что в конце концов, в конце концов значит, что Бога нет. Потому что всё связано, в шастре всё связано. Когда шастры говорят, что святое имя есть вечная реальность, то это часть некой целостной картины мира с Богом в центре. Если я отрицаю эту часть шастры, то значит, в конце концов, я отрицаю всё остальное. И значит, что я тело, и значит, что в конце концов, мне не нужно мудрствовать лукаво просто жить, как этот самый герой вчерашней пьесы, который три цветка умудрился в самый последний миг с любовью, откуда она у него взялась, непонятно, видимо, от отчаяния предложить. То есть, в общем-то, всё очень просто, либо одно, либо другое. нет ничего более целостного, связанного, чем представление священных писаний об этом мире, о смысле, обо всём остальном. И нужно выбирать, хочу я это или хочу я другого. Это, собственно, избавление от этих трёх оскорблений. Для этого нужно служить шастре. А для этого надо понимать, не нужно делать в шруте шастры, нинду, нельзя оскорблять священные писания сами. Есть три других оскорбления, которые тоже очень важны, потому что способ избавления от них особый. Это первое оскорбление, ну и третье, потому что третье, считать духовного учителя обычным человеком и не гурор-аваги в сущности, смотреть на духовного учителя свысока. Он хороший, конечно, но в общем-то, ну, ну, я-то знаю немножко больше. Ну, так уж и получилось. Кто он вообще такой? Почему я должен? Он не понимает меня, он не понимает моей уникальной природы и моей любви к Кришне. Да понимает он. Лучше вас. Первое оскорбление — это оскорблять преданных, посвятивших свою жизнь распространению и славу святого имени. Этот стих из Падма Пурана гласит, что как, ну как, святое имя может быть довольна тем, кто оскорбляет его слугу, кто оскорбительно относится к людям, благодаря которым святое имя существует и распространяет свою славу в этом мире. Не может такого быть. то есть оскорбление преданных им. И шестое оскорбление из этого самого опасного списка, из шорт-лист, из короткого списка, это совершать греховные действия в расчете на очистительную силу святого имени. очистительную очистительную силу святого имени. еще больше, чем человек, который совершает их просто так. Ему нужно пройти через определенные, нужно будет пройти через определенные очищения, которые эти грехи с собой несут, через определенные страдания. поэтому ни в коем случае человек не должен становиться профессиональным грешником, понимая, что он всегда может так или иначе избавиться от последствий. Достаточно сказать «Олега Сна!» и все. Недостаточно. Но в конце концов первое оскорбление и третье оскорбление оскорбления святого имени. Недаром список начинается именно с них. Нам нужно научиться правильно вести себя прежде всего с предными, особенно с предными, которые дают нам святое имя и вселяют нас веру в святое имя. с этого начинается очень многое в нашей жизни. Это та самая вещь, та самая точка, с помощью которой, как у Пифагора было знаменитое выражение «Дайте мне точку опоры, я переверну весь мир». Это та самая точка опоры, с помощью которой все наше отношение к миру может перевернуться и стать правильным. Нам нужно научиться служить, служить предным, служить духовному учителю, служить Швилип Рабхупади, который дал нам все это и который является учителем всех нас, служить его делу, его миссии. Один этот настрой в конце концов полностью устранит проказу оскорбительного отношения к миру, которое возникло в результате неправильного понимания того, кто я и для чего я здесь. И когда это уйдет, уйдет все остальное. пелена упадет с наших глаз. Но, как я уже сказал, это не есть одномоментное действие. Это некая растянутая во времени деятельность, правильное функционирование, правильное существование в этих отношениях. И вступая в эти отношения, отношения как жена и муж, после того, как они вступили в эти отношения, они все время находятся в этих отношениях. Даже если они находятся далеко друг от друга, они все равно в этих отношениях. Все время они действуют в этих отношениях, вся их жизнь в этих отношениях. И точно то же самое с духовным учителем. Если мы вступаем в эти отношения, отныне мы должны действовать, исходя из этого. Вся наша жизнь должна поменяться. И постепенно-постепенно это поменяет наше сердце. В этом смысл посвящения. Мы получаем посвящение в другое отношение к миру. Именно это мы делаем сегодня. И надо понимать очень отдаленные последствия этого шага. Всегда очень печально видеть, как люди с энтузиазмом сначала вступают в эти отношения, а потом выступают из них. Потому что у нас же разводы не запрещены. И развод с духовным учителем — это тоже вполне распространённое явление. Женились, развелись, какие проблемы. Сегодня нравится, завтра не нравится. Я сегодня только просматривал список людей, которые здесь, в Магдалиновке, получали посвящение в этом месте. И, в частности, натолкнулся на одно имя, которое напомнило мне о такой возможности. Я не могу вас слушать. Вы всё неправильно говорите. Ну и так далее. Было очень длинное письмо на эту тему от одного господина, который здесь получал посвящение. И тоже так же радостно давал обеты на всю жизнь. У меня целый блокнотик, в который я ваши ошибки записываю. Вольному воле, спасённому рая, проблем нет. Каждый человек волен. Сам выбирать, что он хочет. Ну, ещё раз мы должны понимать, всё-таки, обязательства, которые мы принимаем сегодня. И в этом смысл винатии. Ну, дрова жалко. Зачем сожгли? Моё напутствие такое получилось для вас. Спасибо большое.